Я стою у алтаря, построенного в пастушьей пещере Вифлееме. Сегодня мы поговорим о поисках Рождества. Оставайтесь вместе с нами. Веселого Рождества. Добро пожаловать на мировое влияние и добро пожаловать в Вифлеем. С вами Билли Уилсон, и сегодня мы побываем на пастушьем поле и в одной из пастушьих пещер и поговорим о пришествии Иисуса. В этой программе мы поговорим о поиске, который ведется в это время года. Он кажется безумным. Люди ищут правильный подарок, правильное место и правильная вещь. И этот поиск кажется бесконечным. Мы назвали этот выпуск «В поисках Рождества». Мы поговорим о том, что поиск мира, покоя и Бога закончился в ту ночь, когда родился Иисус. Пастухи находились где-то неподалеку. Бог объявил им о сверхъестественном событии, которое произошло в Вифлееме, и их поиском пришел конец уяслей. Я верю, что во время этой программы Бог будет касаться вашего сердца. Если вам сложно пережить это время года, и вам нужна молитва, то позвоните мне или зайдите на наш веб-сайт, чтобы оставить молитвенную просьбу. В это праздничное время мы хотим поддержать вас лично и вашу семью. Я верю, что Иисус, который родился в Яслях в Вифлееме более двух тысяч лет тому назад, хочет прийти в ваш дом и в ваше сердце в это праздничное время. Поэтому прошу вас, позвольте Иисусу говорить к вам через эту программу. И не забывайте связаться с нами. Сейчас мы перенесемся в одну из пастушьих пещер. В подобной пещере родился наш Господь Иисус. Давайте сделаем это сейчас и поговорим о поисках Рождества. Пожалуйста, никуда не уходите, мы скоро продолжим нашу программу. Мы приехали в Вифлеем для уникальной рождественской программы. Мы поговорим о поисках Рождества. Рождество — это самое замечательное время в году для многих людей. Но для некоторых это время очень сложное, и с каждым годом оно все сложнее. Брэд Стрейд сказал, чтобы прийти сегодня, младенцу Иисусу приходится проходить через переполненные парковки торговых центров, проталкиваться сквозь разгневанных покупателей и обходить сердце нации, подпитанное духовной скудостью. Городские ясли заменил надувной Санта, желающий веселых праздников. Кажется, что на постоялом дворе все еще нет мест. Часто, когда семьи собираются вместе, воспоминания срывают корочку со старых ран. Напряжение растет. Разочарование спускается через дымоход. За рождественскими столами стоят пустые стулья. Коробки с украшениями хранят пыльные мечты. Усталость стала самой популярной песней. Кажется, что любовь, надежду и радость украл и унес мистер Гринч. Я искренне надеюсь, что у вас не такое Рождество, но понимаю, что у многих людей оно именно такое. Рождество можно называть нашим поиском. На английском слово «Рождество» или «Крисмос» появилось в средние века и означало «Христовым мессом». Это была особая месса, посвященная приходу Христа в этот мир. В центре Рождества – Христос. И сегодня я хочу поговорить о поиске, который ведется в это время года. И этот поиск может быть удовлетворен лишь тогда, когда мы обратим его в сторону поисков Христа. Святой Августин сказал, «Ты создал нас для себя, о Господь». И наше сердце не находит покоя, пока не успокоится в тебе. Итак, поиск Рождества и желание найти дух Рождества происходит лишь тогда, когда мы ищем Иисуса Христа. Чарльз Сперджин сказал, «Самый великий и самый важный момент в истории мира – это факт рождения Иисуса Христа». А о младенце Христе он сказал так, «Бесконечный и ребенок, вечный, но рожден от женщины, всемогущий, но при этом прильнувший к груди матери, поддерживающий Вселенную, но при этом лежащий на руках у матери. Царь ангелов, но при этом предполагаемый сын Иосифа. Наследник всего, но при этом презираемый сын плотником». А Рой Смит сказал так, «Тот, кто не имеет Рождества в сердце, никогда не найдет его под елкой». Именно об этом я хочу поговорить сегодня. «Тайна и невероятная слава Бога воплоти пришла к нам в Иисусе Христе». Сегодня мы рассмотрим четыре случая в Писании, когда люди находили младенца Иисуса и как Бог помогал им найти Рождество. В первую очередь мы поговорим о пастухах, которые находились недалеко от этого места, где я сейчас, в ту ночь, когда в Вифлееме родился Иисус. Это была удивительная ночь. Они, как обычно, пасли отары. Но посреди их обычных дел Бог посетил их голосом ангела. Ангел провозгласил им хорошие новости с небес о том, что Бог принес Христа в мир. Это означало мир для всех людей по всему миру. Еще не успев договорить, к ангелу присоединилось небесное воинство. Хор ангелов, который пел «Слава Богу в вышних, а на земле мир и благоволение человекам». После этого, во второй главе, Лука рассказывает нам, что произошло с пастухами. Неподалеку были пастухи, которые жили в поле и стерегли ночью свое стадо. Вдруг перед ними предстал ангел Господа, окруженный сиянием Господней славы. Пастухи очень испугались, но ангел сказал им, не бойтесь. Я пришел сообщить вам весть, что принесет великую радость всему народу. Сегодня в городе Давида родился ваш Спаситель, Христос Господь. Вот вам знак. Вы найдете младенца, запеленного и лежащего в кормушке. И вдруг к ангелу присоединилось многочисленное небесное воинство, славившее Бога и восклицавшее «Слава Богу в вышине небес!» А на земле мир людям, которым он благоволит. Когда ангелы ушли от них на небеса, пастухи сказали друг другу, «Пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там произошло. О чем это нам объявил Господь?» Они поспешили туда и нашли Марию, Иосифа и младенца, лежащего в кормушке для скота. В ту ночь пастухи услышали голос Бога через ангелов и нашли то, что их сердца искали всю жизнь. Они нашли великого пастыря и великого Божьего Агонса. Многие исследователи считают, что пастухи следили за овцами, которых продавали в храме для жертвоприношений. В ту ночь, когда они услышали новость о том, что родился Спаситель, они нашли Иисуса, который является пастырем нашего сердца и нашей жизни. А также они нашли Агнца Божьего, который, согласно Иоанну Крестителю, должен был забрать грехи этого мира. Это был потрясающий момент, навсегда изменивший траекторию их жизни. В тот момент, когда ангел провозгласил о славе Божией, они нашли Рождество, лежащее в ясах. Они нашли Иисуса, в Котором так нуждались их сердца. Они нашли пастыря своих душ и жертву за их грехи, которая изменит их вечную судьбу. И сегодня Бог посылает к нам свое послание посреди всего хаоса и разочарований, посреди нашей будничной жизни. Бог повелевает нам заглянуть в ясли и осознать, что Бог послал нам пастыря для наших сердец, а также Агнца за наши грехи, чтобы мы были спасены. Мне нравится это выражение, как описывал Христа Чарльз Перджон. Самый великий и самый важный момент в истории мира – это факт рождения Иисуса Христа. Он сказал, он бесконечный, но и ребенок, вечный, но рожден от женщины, всемогущей, но при этом прильнувшей к груди матери. Оставайтесь с нами, я вернусь через минуту, и мы продолжим говорить о поисках Рождества. Меня зовут Мустафа Малауи, я палестинец, гид-экскурсовод. Я живу в Вифлееме, родился я в доме рядом с Церковью Рождества Христова. Сейчас я гид для паломников, которые приезжают в Святую Землю. Я рассказываю им о библейской, археологической и исторической важности Вифлеема. Вифлеем находится в 7 километрах от Иерусалима. У этого города много имен. Вначале оно называлось Лахама. Это имя дала ему первая цивилизация – цивилизация Хананеев. Лахама означает «бог еды и войны». На местном арабском языке мы говорим «бет-легем», что означает «дом мяса». На языке наших братьев он называется «бет-легем», что означает «дом хлеба». Также этот город известен как «город Давидов». Его название впервые упоминается в книге «Бытие». Если быть точным, это 35-я глава. Он также был известен как «Ефрата», что означает «плодородие». В область Вифлеема входят три больших города и 71 маленький поселок. Все они разбросаны по горам. Сейчас мы находимся в восточной части Вифлеема, в городе Бет-Сахор. «Бет-Сахор» означает «дом, где мы проводим ночь, когда следим за овцами». Из названия вы понимаете, что именно здесь пастухам явился ангел, как написано во второй главе Евангелия от Луки. Именно здесь прозвучала благая весть. Самое важное, что я хочу донести до всех, это то, что Вифлеем — это город мира, где родился князь мир. Здесь мы ищем наш мир, и мы предлагаем всем открыть для себя Вифлеем, поле пастухов и благую весть, которая прозвучала именно на этом поле. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok и она привела их ко Христу. В Евангелии от Матфея, 2 главе сказано, они спрашивали, где новорожденный царь Иудеев? Мы видели его звезду на востоке и пришли поклониться им. Выслушав наказ царя, они отправились в путь. Звезда, которую они видели на востоке, шла впереди них, пока, наконец, не остановилась над местом, где был младенец. Увидев звезду, мудрецы очень сильно обрадовались. Когда они вошли в дом и увидели младенца и его мать Марию, они, павши, поклонились ему и, открыв свои сокровища, поднесли ему подарки – золото, ладан и смирну. Волхвы последовали за звездой и нашли то, что искали их сердца. Они нашли мудрость. Писание говорит, что Иисус Христос – это мудрость Божия. Они нашли царя. Правителя, которого они могли почитать и уважать. Они принесли ему дары. Золото символизировало царскую власть. Ладан символизировал поклонение. А смирна символизировало то, что этот царь отдаст свою жизнь. Потому что в древности смирну использовали для бальзамирования. Эти волхвы посетили младенца Христа, склонились в поклонение и нашли Рождество. А третий случай, который я хочу рассмотреть – это пожилой мужчина, живший в Иерусалиме. Многие считают, что он из рода священников, а некоторые думают, что когда-то он был сам первосвященником. Звали его Симеон. Мы знаем, что Иисус официально получил свое имя на восьмой день после рождения, когда ему делали обрезание. А через сорок дней Марии нужно было прийти в храм для ритуального очищения и взять с собой ребенка. И вот где-то через сорок дней после рождения родители Иисуса принесли его в храм, и там они наткнулись на человека по имени Симеон, который был чист и праведен перед Богом. Симеон был ведом Духом Святым и нашел Христа. Он был верным и праведным, и он имел обетование. И когда он повиновался Духу Святому, то нашел то, что он искал. Он нашел Спасителя Мира, Мессию, Сына Божьего Иисуса. Бог сказал Симеону, что он не умрет, пока не увидит Мессию. В Евангелии от Луки 2 главе с 27 стиха сказано, «Святым Духом Симеон пришел в храм, и когда родители принесли младенца Иисуса, чтобы совершить над ним то, что было установлено законом, Симеон взял его на руки и благословил Бога, сказав, «Владыка, как ты и обещал, теперь ты отпускаешь своего слугу с миром, потому что мои глаза увидели спасение твое, которое ты приготовил перед лицом всех народов, свет откровения язычникам и славу народа твоего Израиля». А четвертый случай поиска Рождества, который я хочу разобрать, это пожилая женщина по имени Анна. Так же, как Симеон, она была в храме и искала Бога. Этот случай находится там же в Евангелии от Луки 2 главе. С 36 стиха сказано, там находилась также пророчица Анна, дочь Фануила из рода Асира. Она была в глубокой старости. Анна прожила 7 лет со своим мужем, а всю остальную жизнь она жила вдовой. Ей было 84 года. Она никогда не покидала храма, день и ночь служа Богу постами и молитвами. Подойдя в этот момент к тем, кто принес его, она возблагодарила Бога и говорила о ребенке, всем ожидавшем избавления для Иерусалима. Анна искала Бога днем и ночью с постами и молитвами. И этот поиск привел ее к тому, чего она жаждала всю жизнь, к встрече с Мессией. Наградой за все ее поиски был Иисус. Сейчас Рождество и люди по всему миру находятся в поисках. И зачастую они ищут не того. Не думаю, что мы сможем найти то, что вам нужно под елкой, потому что человеческое сердце ищет покоя, мира, радости и любви. Все это есть в Иисусе Христе. Святой Абгустин сказал, «Наше сердце беспокойно, пока не найдет покой». Это касается всех. Пока мы не найдем Бога, мы будем пребывать в вечном поиске. Глядя на рождественскую историю, мы видим, что пастухи услышали голос ангелов с небес. Волхвы увидели природное явление и последовали за знаком небес. Симеон также последовал за водительством Святого Духа. Анна просто искала Бога день и ночь с постом и молитвами. И все они нашли то, что искали всю свою жизнь. Симеон, Анна — это благочестивые люди, которые ожидали своего Спасителя. Они нашли Иисуса, и Иисус абсолютно все изменил. Если вы сегодня в поиске, то ваши поиски могут закончиться здесь, в Вифлееме, на Иисусе Христе. Я желаю вам в это время найти своего Спасителя здесь, в Вифлееме. Бог призывает вас искать правильные вещи. И Он обещает, если вы будете искать Его всем сердцем, то найдете Его. Мы можем найти Рождество в лице Иисуса Христа нашего Господа. Классно было побывать в Вифлееме и осознавать, что где-то здесь родился Иисус. В этой пастушьей пещере люди возвели что-то вроде алтаря, воспоминания о том, что Иисус пришел в наш мир как Спаситель, и Его будет искать все человечеством. Сегодня мы говорили о поисках Рождества. Для того, чтобы найти Рождество в своей жизни, иногда приходится строить алтарь, искать Бога и просить Его войти в вашу семью, в ваш дом и в ваше сердце. Если во время программы Бог коснулся вас или же вам нужна молитва, то позвоните мне или зайдите на наш веб-сайт. Там вы сможете оставить свою молитвенную просьбу. Я верю, если вы действительно ищете, если что-то внутри вас ищет чего-то большего, то вы можете найти все это во Христе. Я рад снова побывать в Вифлееме. И сегодня, готовясь к программе, я проводил время с Господом наедине и осознал, что в это время многие люди страдают и нуждаются в том, что Иисус принес на землю две тысячи лет тому назад. Иисус лежал в яслях, но Ему поклонялись пастухи, волхвы, влиятельные люди, священники и даже пожилые люди, прославленные и найденные. Так можно сказать о Христе. Рождественский поиск продолжается. Люди ищут того, что обещает Рождество. Однако обещание может сдержать только обещанный. Я имею в виду Иисуса Христа. Спасибо, что сегодня также смотрели нас. Сегодня мы были на Святой Земле, говорили о поисках Рождества и рассказывали миру об Иисусе Христе так же, как и каждый день. Вы смотрели программу «Мировое влияние» с доктором Билли Уилсоном, президентом Университета Орел Робертса, известного во всем мире христианского университета в городе Талсе, штат Оклахома. Узнайте, как получить степень в 65 различных отраслях онлайн или стационарно на сайте, указанном на экране. Наш университет гордится тем, что может поддерживать движение «Исполнение силой духа» по всему миру с помощью служения «Исполненный силой 21». Чтобы поддержать это служение, вы можете заказать книги и другие ресурсы на нашем сайте, и так же вы можете оставить на нашем сайте свою молитвенную нужду. Адрес сайта указан на экране или позвоните нам по телефону, который вы так же видите на экране. Исполненный силой «Определение словаря, принявший власть, смелый и вдохновенный». В университете Орел Робертса мы обучаем поколение вдохновенных духом лидеров мужчин и женщин с более чем ста стран, готовых производить перемены. И это работает. Журнал «Форбс» назвал наш университет «Один из лучших университетов Америки». «Принстон Ревью» назвал его «Лучший на Западе». Согласно «Таймс Хайер Эдюкэйшн» и «Уолл Стрит Джорнал», университет Орел Робертса на 12-м месте по вовлеченности студентов. «Зе Дейли Бист» назвал его одним из пяти самых здоровых университетов. На канале «Трэвл Ченнел» наш университетский городок назвали чудесным. Если вы настроены сделать в вашей жизни что-то значительное, присоединяйтесь к нашему вдохновенному Богом всемирному сообществу. Мы здесь не строим мелких планов. И вам тоже не стоит. Мы обучаем целостных лидеров для всего мира. Это наша судьба, а, возможно, и ваша. В эти месяцы люди столкнулись с самым большим испытанием в своей жизни. Сейчас мы, как глобальное сообщество, выходим на связь чаще, чем прежде. Мы сотрудничаем друг с другом, чтобы создать пути для будущего. Мы поощряем наших студентов, которые встретили это испытание и не позволили обстоятельствам остановить их на пути. Университет внедрил новые методы обучения, и теперь у нас есть онлайн-занятие. И наша цель осталась прежней.